От имени Центра Этики Святого Джеймса, Центра Уиллером, Мельбрунского производственного фестиваля The Age, город Мельбрун, ABC, и всех, кто работал над тем, чтобы сделать это событие возможным, я бы хотел поприветствовать Филипп Уоллана. Аплодисменты Аплодисменты Я вызываю еще к своему детенышу, который в это время умирает от японского гарпуна, что пронзает его мозг. Их плач был плачем моего отца. И я обнаружил, что когда мы страдаем, мы страдаем одинаково. И здесь мы все равны. Страдания собаки равны страданиям свиньи, страданиям медведя и страданиям мальчика. Мясо – это новый азбест. Он смертоноснее, чем табак. Углекислый газ, метан, закись азота, производимый промышленным животноводством, убивают наши океаны, создавая кислые и бедные кислородом мертвые зоны. Люди перемалывают 90% всей мелкой рыбы в гранулы, чтобы прокормить домашний скот. Коровы, которые по своей природе вегетарианцы, теперь самые опасные океанские хищники. Океаны умирают уже в наше время. В 2048 году от рыбной промышленности ничего не останется. Легкие артерии земли будут уничтожены. Миллиарды цыплят, размолоты на бойне, заживо, просто потому что они мужского пола. Только 100 миллиардов людей жило на Земле за все время ее существования. 7 миллиардов живут сегодня. И мы убиваем 2 миллиарда животных за одну неделю. За год навсегда исчезает 10 тысяч видов, и это все из-за деятельности всего лишь одного вида. И сейчас нам грозит шестое массовое вымирание за всю историю космологии. Если какой-либо другой организм делал все это, то биолог назвал бы это вирусом. Это преступление против человечности невообразимых пропорций. Но, к счастью, мир меняется. 10 лет назад твиттер был звуком птицы. ВВВ – это залипание клавиатурой. Облако было на небе. 4G – это место на парковке. Google был детской отрыжкой. Skype был отпечаткой. Алькидер был моим водопроводчиком. Виктор Гюго сказал, «В мире нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришло». Права животных теперь самый значительный примет обсуждения со времен отмены рабства, которое касается социальной справедливости. Знаете ли вы, что в мире более 600 миллионов вегетарианцев? Это больше, чем население США, Англии, Франции, Германии, Испании, Италии, Канады, Австралии и Новой Зеландии вместе взятых. Если бы мы были одной нацией, то нас было бы больше, чем людей в 27 странах Европейского Союза. Вы можете в это поверить? Несмотря на этот огромный вклад, мы все еще остаемся неуслышанными из-за шума, создаваемого монополиями, которые охотятся, стреляют и убивают. Они полагают, что жестокость – это ответ, хотя по этому поводу не должно возникать даже вопроса. Мясо – это индустрия убийства, убийства животных, нас и нашей экономики. Программа медицинского страхования уже разорила США. Им нужно будет инвестировать 8 триллионов долларов в казначейские векселя, только чтобы оплатить этот процент. Они могли бы закрыть каждую школу, упразднить армию, флот, воздушные силы, морскую пехоту, ЦРУ и ФБР, и у них все равно не будет достаточно средств. Корнельские и Гарвардские университеты утверждают, что оптимальное количество употребляемого мяса в здоровом рационе питания человека равно нулю. Вода – это новая нефть. Страны скоро будут воевать из-за воды. Высыхают подземные водоносные слои, которым понадобилось миллионы лет, чтобы заполниться. Необходимо 50 тысяч литров воды, чтобы производить 1 килограмм говядины. На сегодняшний день в мире насчитывается 1 миллиард голодающих. 20 миллионов умирают из-за недоедания. Уменьшение потребления мяса на 10% прокормит 100 миллионов людей, а полное исключение мяса навсегда решит проблему голода. Если бы все население Земли стало бы следовать западной системе питания, то нам понадобилось бы 2 планеты, чтобы прокормить человечество. Но у нас только одна, и она умирает. Парникового газа, производимого домашним скотом, на 50% больше, чем выхлопных газов, выделяемых транспортом. Самолеты, поездами, грузовиками, автомобилями, судами. Бедные страны продают свое зерно Западу в то время, пока их дети умирают у них на руках. А мы скармливаем зерно сельскохозяйственным животным, чтобы потом съесть бифштекс? Неужели я единственный, кто считает это преступлением? Каждый кусочек мяса, съеденный нами, это пощечина по заплаканному лицу голодающего ребенка. И когда я смотрю на все это, могу ли я сохранять молчание? Земля может произвести столько, сколько нам необходимо для выживания, но на утоление жадности ресурсов не хватит. Перед нами самый неблагоприятный сценарий. Если бы какая-нибудь страна разработала оружие, которое могло бы остановить такое опустошение планеты, мы бы нанесли превентивный военный удар и отправили бы бомбу в бронзовый век. Но это не враждебная страна. Это индустрия. И хорошая новость, нам не нужно ее бомбардировать. Мы можем просто прекратить спонсирование. Джордж Буш ошибался. Ось зла проходит не через Ирак, Иран или Северную Корею. Она проходит через наш обеденный стол. Оружие массового поражения – это наши ножи и вилки. Наше предложение, словно армейский швейцарский нож будущего, он решит экологические проблемы. Проблемы воды и здоровья остановят жестокость навсегда. Каменный век закончился не потому, что закончились камни. Эта жестокая индустрия прикатит свое существование, потому что у нас не останется оправданий. Мясо словно одноцентровая монета, чья стоимость не покрывает всех расходов. Наибольшую выгоду получат фермеры. Сельское хозяйство не исчезнет. Оно расцветет. Изменится ассортимент продуктов. Фермеры будут зарабатывать столько денег, что им будет лень их считать. Правительство полюбит нас. Возникнут новые быстрые развивающиеся отрасли. Страховые премии резко уменьшатся. Списки пациентов, ожидающих приемок врачу, будут не нужны. Да мы будем настолько здоровы, что нам придется пристрелить кого-нибудь, чтобы открыть кладбище. Итак, сегодня я хочу бросить вызов своей оппозиции. Два пункта. Мясо вызывает многие виды рака и заболевания сердца. Может ли оппозиция назвать хоть одно заболевание, причиной которого является вегетарианское питание? И второе. Я оказываю финансовую поддержку для создания фильмов трилогии «Земляне». Если оппозиция настолько уверена в твердой почве под ногами, я прошу, чтобы они отправили всем своим коллегам и покупателям ДВД с фильмом «Земляне». Давайте, попробуйте. Животные не только другие виды, а не другие нации, и мы убиваем их на свой страх и риск. Наше меню – это карта с границами войны и мира. Мир – это не только отсутствие войны, это еще и присутствие справедливости. Справедливость должна быть беспристрастна к расам, к цвету, к религиям или к каким-то видам. Если она предвзята, то она станет оружием террора. Невообразимый террор – это тот, что происходит в этих леденящих кровь тюрьмах Гуантана, которые мы называем фермами или скотобойнями. Если бы у скотобоин были стеклянные стены, нам не нужны были бы сегодня эти дебаты. Я верю, что другой мир возможен. Тихой ночью я уже слышу его дыхание. Давайте исключим животных из нашего меню и выпустим их из этих камер пыток. Пожалуйста, отдайте сегодня ваш голос в защиту тех, у кого его нет. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok